Второй международный театральный форум в Могилёве Март Контакт 2007 представил весьма интересную и разнообразную специальную программу и подарил встречи с уникальными людьми, вдохновенными мастерами своего дела. Так, в фойе второго этажа Могилёвского театра у входа в Царскую ложу, где обычно перед вечерними спектаклями играет квартет театра, с самого утра и до полудня царил Юрий Васильев. Догадайтесь, что бы это такое могло быть. Сеансы театрального гипноза при большом скоплении заинтересованной публики, занятия по пластике и движению не угадали. На самом деле, так проходили мастер-классы по сценической речи знаменитого педагога из Петербурга Юрия Васильева. Единство в воспитании голоса, речи и движения драматического актёра. Тренинги его буквально заворожили и захотелось продолжить знакомство с их создателем. В Санкт-Петербурге мы уже встретились как друзья. Фестиваль мгновенно сближает людей. Юрий Васильев – актёр, режиссёр, театральный педагог, профессор Санкт-Петербургской академии театрального искусства, действительный член Петровской академии наук и искусств и много ещё каких театральных вузов и академий. Он – автор оригинальной методики совершенствования голоса и речи драматического актёра. Исходя из системного понимания актёрского творчества, Васильев создал своеобразную систему тренинга сценической речи. Сценическая речь – ощущение, движение, звучание. Так и называется его последняя книга. И так захотелось стать молодым, встать в тесный круг этих счастливчиков-студентов и обрести под руководством мастера непринуждённость, раскованность, непосредственность, чарующую пластику и мелодичную струящуюся речь. Отдаваясь поискам свободы телесной, устремиться к свободе творческой. Какая жалость, что у нас, учившихся в соседних аудиториях на театроведении, не было таких дисциплин. А Юрий Васильев уже тогда был. Васильев поставил около 50 спектаклей в театрах и театральных школах России, Чехии, Германии, Швейцарии, Китая, Южной Кореи. Одним из направлений его режиссёрской работы является создание монопредставлений. Уже 20 лет он ведёт тренинги по актёрскому мастерству и сценической речи не только в России, но и за рубежом – от Германии до Китая. И то, что профессор Васильев оказался в Могилёве – несомненная удача фестиваля «Март-контакт». Многое из того, что мы увидели там и на уроках в Петербурге – непросто и далеко не всё понятно. Несомненно и ясно одно – да здравствует яростный, самозабвенный труд, без которого нет актёрской профессии, а есть прозябание на сцене и в её окрестностях. Да здравствует безграничное воображение и талант, которые превращают академический час в увлекательное путешествие. Педагоги по речи, по-моему, не имеют возраста, только по речи. Они не могут иметь возраста, им надо шевелиться, успевать и услышать, и увидеть, и где зажимы, и где что выговорить надо, и как надо дышать, и что там мысль не упустить, и что там почувствовал, и передать. Всё в кучу. Всё, ну просто, семи педей во лбу должны все быть. Тяжёлые, ступни. Тяжёлые, тяжёлые, совсем тяжёлые. Колени пружинки. Ше-е-е-е-е-е-е, там же заливают вот эти друг друга. Да, вот такие, да, хорошо. Нет, не вот эти. Это ещё с прибавкой бёдер. А балансировать, пробуйте, всё балансировать. Балансируй их. Да, хорошо. Поехали. Молодцы. Только ба-ба-ба-ба-ба-ба. Мы начинаем и мастер-классы, и ведём каждое занятие, и разговариваем, и я подталкиваю их всё время только к самодоверию, только к уважению к самому себе, хотя бы к своему таланту. Вот подталкиваю так, чтобы они в этом таланте попробовали так, попробовали так. И всё время намекаю на то, что сколько бы ни было вокруг вас людей, которые вам помогают, и сколько бы ни было людей, которые учат вас, вы всё равно берите своё, открывайте своё. И чем больше открытий на каждом мастер-классе, даже на каждом уроке, даже в работе в паре с кем-то, чем больше открытий, тем больше вы получите, откроете, тем больше потом используете. Потом. Всё равно не научить. Ни за три дня, ни за три месяца. А за сколько можно? При таланте естественных беспособностях? При таланте, да-да-да. Ну, я думаю, что год-полтора – это самый классный срок. Если только ещё не начинается глубокая работа над текстом, это мы подходим только к тексту, мы подходим только к диалогу. Только подходим к диалогу, к ощущению диалога, к предчувствию диалога, к предчувствию событий. То полтора года – это достаточно. Ощущением прохлады занятого ображения. Ощущением. И он плавает. Как будто непринуждённый. Поехали. Лениво налево ловили. Лениво налево ловили. Да, молодец. Плечо больше, Миша. Не поднимай плечо. Юлечка, не кланяйся. Вся улетай. Да, Миша, и наверх, наверх. Темпы меняй. Меняй всё время темпы. И вот то маленький, то большой. Хорошо, как. Улетай, улетай. Да. Не надоело ли, не надоело ли. А теперь всё-таки расскажите, чего вы добивались и что вы делали с вашими студентами? Ну, сегодня, если только сегодня. Сегодня. Потому что каждый день, наверное, разные задачки. Сегодня же самая проблемная задача переход от рождения звука, от непосредственности к первому слову, к слову образному, к слову ощущаемому и передаваемому кому-то. Но для того, чтобы заговорить и заговорить не свои слова, а авторские, тут надо так раскрепоститься самому, чтобы рождение любого авторского слова было непринуждённое, как будто вот сам по себе пробую что-то такое, болтаю что-то. И вот я раскрепощал их сначала на такую игру в движение, игру в то, как меня восприняли, на ритмы какие-то, а потом они начинают говорить детские стишки. Значит, начинается с игры. До той поры, пока я не полюблю барабан, мне неинтересно будет его терять. А когда его прободает, он погибнет, тогда другое дело. Пошли. И у вас всё остаётся. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В катастрофе просил ректората, вот я еду за границу, вот буду там, там буду, там, Сунстрема просил, там буду. Дайте любое письмо, я выпрошу денег, я знаю людей, вплоть до ректора. Вот просто дайте письмо, плохо нам, я вам привезу деньги студентам, тем, кто не может жить. А сколько людей таких полно? Нет, это неудобно, просить мы не можем. Обвал полный. А жить неудобно можем? А жить можем неудобно. Не они же в обвале, а студенты. Кончилось тем, что мы ставили спектакль там, в Инсе. Я рассказываю актерам, они говорят, мы создадим сами фонд, у тебя имя есть, ты есть, не надо никакого ректора, будут деньги. Вот с той поры мы делаем спектакль, на нем получаем деньги, они бесплатно, я почти бесплатно, но только дорога. В апреле делаем, мы набираем, ну, на полгода хватает денег. В общем, вы работаете еще и папой Карла. И вот получается, папа Карла, и ведь вот 9 лет, 9 лет каждый месяц, почти там 500-700, почти 1000 долларов идет к студентам. И они набирают эти деньги. Здорово. Это здорово. А ректорат только спрашивает, все в порядке, и я говорю, да, все в порядке. Да, да, еще. И голова все время. Да, спасибо. Приходящие поколения все, каждые 4 года, если набирать, это совершенно другой мир, 100%. И если сравнивать, то лучше не надо. Надо забыть о тех, кто ушел. Это жутко, это страшно, но о них лучше забыть. Они ушли. Они уже в жизни, они уже там пробуют сами сломать себе хребет или выплыть, взлететь. Я еще пойду смотреть их спектакли, еще какое-то время я буду с ними, но они уже все, их нет. Основами надо начинать так, как вот зритель, я их вижу первый раз, и я ничего не умею. Что-то попробую. И всегда первую фразу говорю, отчего мне самому легче. Я не знаю, куда мы придем. Давайте попробуем. Я с вами, вы попробуйте. Каждое поколение свои проблемы ставит, и каждое поколение, к сожалению, не решает эти проблемы. Все равно мы их выпускаем, недорешив что-то, и надеемся, что они выплывут. На дворе дрова, на траве дрова, раз дрова, два дрова, три дрова, под двором дрова, над двором дрова, дрова вдоль двора, дрова вширь дрова. Не, не стилит, вот дров, надо дрова выдвориться, на дворяной двор, а на дворяной двор скарабкался вор, да как скарабкался вор на дровяной двор, так и грохнулся вор в дров на двор. Либо-либо, либо, налибо лали, для меня вы ловили леня, о любви не линяли вы мило, молили их туман, или маном, они ли меня. Вы чувствуете говор украинский у меня? Практически нет. Нет, но я иногда его чувствую, когда очень волнуюсь, или скажем, когда быстро говорю, а у меня был чудовищный говор. Рябина, Япония в полный рост, понимаете, остановка, автобус. Но это белорусский говор. Ну почему? Украинский, скажем, больше редуцированный предударный гласный, то есть скажите, пожалуйста, я из Николаева, Барковский, Сергей, вот такие вещи. Вот это, как сказать, музыкальность такая украинская, что свойственно украинцам, все-таки не свойственно русскому языку. Поэтому я выучился за два занятия с Василием Юрием Андреевичем. Он просто заставил меня слушать себя. Он говорил, я за ним повторял, говорит, вот ошибка, вот слышишь, вот слышишь, как ты говоришь, как я говорю. И все. И я себя услышал, и потом я сам себя исправлял. Вот. Это очень важно. Это, наверное, такая какая-то, это тоже профессиональная необходимость все время себя контролировать. Все время себя слышать. И себя, и других. Обязательно. Россия лишилась любимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда созревание его совершал. Пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с буйной, кипучей, часто беспорядочной силою молодости, тревожимой гением, придается более спокойной, более образовательной силе здравого мужества. Мы на днях разговаривали с одним заслуженным артистом России, Сергеем Барковским, который нам сказал, как за несколько занятий Васильев мне показал, что и как. Тут другое. Тут просто очень хорошая восприимчивость самого Сергея и других людей, и слышание всего, что вокруг происходит. Он необычайно восприимчив, он почти ничего не делает. Он вот то, чего студентам трудно объяснить, что очень трудно объяснить, и к чему трудно привести. Он слышит больше, чем отдает, и впитывает больше. Мы гуляли по городу, причем выбрали улицы красивые. Мы выбирали старый город, от академии мы пошли, выбирали старый город туда, к летнему саду, и какие-то закуточки, закоулочки, маховой на улице Чайковского, вот там угол. Если мы какой-то кусочек из медного всадника пробовали, тяжелозвонное скакание по потрясенной мостовой, то мы, несколько раз это повторив, мы вот тут на этой улице и создавали. И говор уходил, тяжелозвонкое или тяжелозвонкое, скакание и скакание, по потрясенной, по потрясенной, мостовой, мостовой. И эта тяжесть вдруг в него входила, втекала. И действительно, три примерно раза мы так гуляли. Три раза. И к концу третьего раза я понимал, что он не исправил говор. В него вошла просто другая речь, параллельно. Дело не в говорах. Он бы исправил, может быть, и без меня говор. Дело в восприятии. Вот чего не могут студенты. Они не могут услышать тех, кто их слушает. Кот крут, крут, кот крут, крут. Сережа, ты стараешься навалить на нас какую-то информацию текстового. А ты не наваливаешь на нас, не впускаешь в нас никакой мысли. Факт – это еще не мысль. Это голый факт. Но его же надо оценить. Он значение должен получить. Факт, получающий значение. Пробуй. Ты, 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 крут. Я отличаюсь от Кати. Я отличаюсь от Миши. Получается, ты, ты, ты. Это все равно. Ты, ты, ты. Ты, ты, ты. Все три разные. Пробуй. Ты, 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 крут. Ты, 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 крок, а я кот. Ты, 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 а я кот. А что вы вообще не любите или не приемлете в театре? неживое, когда все сделано и все стоит на месте. Когда нет ошибок. Когда когда нет ощущения, что этого я никогда не видел. Это чудо. Вот первый раз. Вот все. Хочу. Это я хочу. Я не понимаю, что тут происходит, как тут происходит, но хочу. Когда спектакль стоит на месте. Вот это страшно. Когда нет в нем не импровизации, а нет ежесекундности, нет этюда. Не потому что этюд, это что-то там сверх хорошее. Но когда вот я не волнуюсь во время спектакля, значит все. Мне не интересно. Ой, ой, ой. Эй, ой. Не вообще губцы. Нет его. В наличии не существует. Существует пространство, в котором я, охватывая это пространство, нахожу себе интересненькую информацию. Только тогда, только так рождается поступок. Когда есть информация, когда я ее впитываю, она нужна мне, я без нее не могу. Шага я сделать не могу, звука не могу сказать. Что получается здесь? Если все дело с коленей, если кисти чувствуют пространство, тянут меня, работают, то артикуляция должна за ними успевать, а она летит за ними, ой, 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 дрожит. Ой-ёй-ёй-ёй. Я не вымучиваю звуки. Ой-ёй-ёй-ёй. Не говорю бу-бу-ба, а играю музыку. Преодолеваю препятствия музыкой, а не механикой. Молодцы. А как проходят ваши мастер-классы в Германии, в Китае? Так я речью в это время не занимаюсь. Только движение? Нет, с звуком. А он естественный, хотя китайцы по-своему организуют всю механику, по-своему. И даже немцы организуют по-своему. Их звучание голосов, их открытость, их напор не наши. Я их подвожу к русскому восприятию, так скажем. К естественности, не сделанности, не конкретности, не выговоренности. К простоте, просто к человеческому, к услышанию другого. На что они сначала-то и не идут, а к концу тренинга идут. С китайцами совсем легко, они открыты. Любые актеры открытые, студенты, тем более в театральной школе. Они не имеют никаких тормозов. У них нет комплекса никакого. Да, мы готовы. А у наших есть комплексы? Первоначально, да. Сейчас нет. Сейчас они иногда стесняются, если они не готовы. Если нет готовности, то они не пойдут. А я говорю, нет готовности. А если она всегда есть? Ты хотя бы немножко, хоть одну секунду вспоминала про это? Ну хотя бы, и что тебе привиделось? Ой, знаете, и вдруг оказывается что-то есть, что-то еще открывается. Но комплексы есть. Тетя, 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 тетя. Дядька, 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 дядька. Слово театр скажи. Театр. Почему ты театр? Театр. Нет, нормально, театр. Театр. И скажи про тот театр, из которого ты сегодня вышел. Театр. Театр. БТК. Театр. Часто кажется, не все время, часто, и мечтается о запале каждого урока, не знать, как он закончится, не знать, куда он придет, а попробовать прожить его на одном дыхании от начала до конца, чтобы он нигде не рассыпался и двигался, 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 как фантом какой-то, и мы все двигались вместе и куда-то вдруг явились. И так на каждом уроке, хотя общая цель мне понятна, но чтобы каждый урок был, не скажу, что спектакль, но как проба сегодняшняя, никогда, нигде, ни на что не походящая. Когда увлеченность есть у ребят, тогда я ничего не замечаю, потому что я понимаю, вот они попали, они вникли. Все три часа проходят для меня лично очень просто. Если пять дней в неделю, это каждый день по четыре, по пять часов, вот так они проходят незаметно, но группы разные. Не знаю, я не замечал у них никогда усталости. Юрий Андреевич, а вы ощущаете возраст? Я его, наверное, ощущаю. Раньше я летал по этому вузу и не замечал, как я преодолеваю пространство. Теперь я чую пространство этого вуза. Может быть, это вот и есть уже что-то такое. А какой возраст? На уроке нет его. С утра есть возраст. С утра надежда на кучу дел и мысль, что я не успею. Но я должен успеть. Вот, наверное, такое. Должен. Но я уже страшусь того, что я не успею в этот день. Я завидую и люблю многих педагогов по речи, потому что они неуставаемы, неостановимы. И если их поставить в рядочек, как они работают, они все похожи на меня, а я похож на них. Это точно совершенно. Каждый по-своему. Кто-то нудный, кто-то больше говорит, кто-то больше двигается. Но все равно они все похожи, они время не считают. Оно идет, идет, идет. Оно идет, идет. Оно идет, идет.